Добрый день, господа мои хорошие. Наконец-то могу объявить то, что я возвращаю этот влоговый канал. Не знаю, в каком он будет режиме, в каком он будет стиле, я еще не определился. Да и вообще, я отвык снимать эти влоги. Но в этом году произойдет много чего в моей жизни, и хотелось бы это, так сказать, задокументировать. Так что начнем мы наше путешествие и знакомство с ботанического сада в Польше, в Кракове. Вообще, мы с Аней давно хотели туда попасть, но все как-то оттягивали этот момент, да и было холодно, когда мы узнали о том, что есть ботанический сад. И вот наступила весна, начало все потихонечку расцветать. Настало время туда пойти, плюс еще Аня накупила всякого фотографичного барахла, например, всяких пленочных фотоаппаратов, цифровиков и так далее. Конечно же, нужно пойти это все исследовать. Территория просто огромная, вход стоит всего лишь 15 злотых. Это территория института ботанического или института ботаники, в общем, неважно. Но территория достаточно интересная. Там не только есть теплицы, но еще и растет что-то на лугах, прям под открытым небом. Естественно, кроме пальм. Да, я хочу сделать это видео немножечко полезным, что ли. На территории есть интересный музей. Он небольшой совсем, но там собраны разные коллекции всяких растений, пальм, деревьев, кокосов. Естественно, трогать это все нельзя. Хотя, очень хотелось, на самом деле. А это вот позвоночник кита. Не знаю, почему он делает в ботаническом музее, но пусть будет. Ладно, интересно, я никогда не видел кусок позвоночника кита, тем более. Ну, в общем, если вы любитель всякой доисторической растительности, это все можно найти. Ладно, здесь не только доисторическая, здесь абсолютно любая. Даже та, которая растет прямо сейчас у вас за окном. По крайней мере, это бесплатно. Вот тут шишечки, например, для вас. На любой вкус выбирайте, смотрите. Есть большая, есть маленькая. А это прям вообще какая-то, представляю, дерево, на котором оно росло. Территория прям супер огромная и красивая, как будто я в каком-то королевском зале. Ну ладно. Сейчас у нас на подходе теплицы. Попробуем зайти вот в эту теплицу. Там растет огромная пальма. Интересно на нее посмотреть. Она была закрыта, к сожалению. А это вот дерево большое. Очень большое. К слову, здесь абсолютно везде есть таблички с названиями растений. Так что можно еще и поумнеть. А вот тут вот можете прочитать про дикие растения, которые служат человеку. Так, вижу уточку. Цель к ней подойти и познакомиться. Утя, утя, утя. Утя, утя, утя. Не уходи. Я просто хочу с тобой познакомиться. Утя, утя, утя. Нет, не уходи. Не уходи. Не уходи, сказал. Нет, ну, утя, утя. Привет. Что, думаешь, ушла от меня? Да, кстати, по центру ботанического сада стоит пруд. Озеро. С островком, я не знаю. Но выглядит интересно. Настало время сходить в теплицу. Так как это закрыто, мы решили пойти, которая рядом, замухрыжную такую. И как только мы туда зашли, я охренел, насколько там жарко. Я не знаю, по ощущениям там как будто градусов 35-40. И плюс огромнейшая влажность. Но там очень красиво. Огромное разнообразие всяких цветочков. Даже пруд есть, где рыбки плавают. Вот, видите, вот эту маленькую. В целом, я вообще в восторге от этого. Прям очень красиво. Огромное количество растений. Тропические есть. Есть не тропические. Есть Южная Азия. Есть Средняя Азия. Есть Сафрики. Есть откуда хотите. Все там есть. Даже кактусы есть. Да. И тут я немножко офигел. Конечно же, даже и пальмы тут есть. Но мы в этой теплице пробыли, я не знаю, где-то полтора часа, час. Но мы очень долго там были, потому что нужно было пофоткаться. Что мне, что Ане, что еще кому-то. А, и да, там запрещена была съемка, но абсолютно это никого не останавливало. Конечно же, и нас тоже. Красивые папоротники. Даже лимон здесь растет. Я уже не говорю и про кактусы, которых здесь целая куча. На самом деле, место очень уютное, несмотря на то, что дико жарко. Ну, наверное, привыкаешь, потому что мы из холода зашли туда, и когда в тебя огромный поток горячего воздуха входит, это, да, немножечко... Ну, там, знаете, такая атмосфера умиротворенная. Выработникам, наверное, там нормально живется. Я бы, конечно, попробовал там грядки скопать. Самое главное, что это еще и красиво. Пофоткаться тут точно стоит. Ладно, пора выходить. Я, на самом деле, пытался запомнить хотя бы несколько названий растений, но это абсолютно невозможно. Тут просто их миллион. Да и все они на латыни. Жаль, другая теплица была закрыта. Посмотрите, какая там пальма огромная. Мы устали ходить. Аня, покажи свой инвентарь. У нас вот такой вот пленочный Polaroid 900Z. У нас вот такая вот цифровая камера. Canon PowerSheet? Или как он там? А, Shot. Shot, PowerShot. Что? Ничего. Мы купили пленку, вставили и уже отфоткали все кадры, по-моему, да? Все, это было последнее, да? Да, все, он не сфоткал. Он не сфоткал. Пошел. Пленочку возвращает обратно, смотрите. Что включать? Как? Кнопку красную нажать, да. Как включать? Все. Открывай, показывай. Вверх. Пленочка полностью свернутая. Довольно? Но мы ее не будем сейчас проявлять, потому что мы чек забыли. А когда у тебя чек от пленки где-то покупаешь, там бесплатно можно ее проявить. Правда, потом все равно нужно за цифровку заплатить, но это уже ничего. А это вот огрудок метеорологический. Знаете где? Погоду там изучают. Здесь просто огромная куча растений. Мы уже не знаю, тысячи их увидели. Я даже не понимаю, сколько тут можно все уместить. Но интересно. Вот, например, лох паникулатый. А это у нас компанула. Мы также зашли в еще один гринхаус, как говорится. Он намного меньше, но тоже довольно много растений. Знаете, когда ходишь уже час по ботаническому саду, уже растения сливаются и перестают тебя удивлять. Ты по факту видишь практически одно и то же. Да и названия у них отличаются всего лишь-то незначительно. Мы, кстати, нашли еще одну огромную теплицу, но мы буквально на 10 минут опоздали, потому что она закрылась. И есть еще одна теплица, которая тоже, блин, не работает. Скорее всего, это одна и та же теплица, просто она как-то совмещена, я не знаю. Ну ладно, вот вам жопа белки. Да, в Кракове белок просто миллион. Да и вообще любой живности. Мы как-то просто шли по дороге и увидели лесу. Так что мы настолько привыкли к этим белочкам, что для нас это как кошка на улице, знаете. Кстати, да, кошек и собак здесь на улице бородячих нет вообще. Так что можно только на бородячих белок посмотреть. Мы, кстати, как-то видели еще и кролика на трамвайной станции. Так что вы сами понимаете. Живем наедине с природой. Ладно, природа природой, а кушать надо. Здесь, кстати, есть на территории прикольное, очень стильное, интересное кафе. Кофейня, скорее всего. Да, кофейня. Но мы решили пойти в другую, в нашу любимую. Мы здесь постоянно тусуемся, поэтому кому интересно, кава Романовичи. Гуглите. Короче, мы пришли домой. У нас с Аней еще такой прикол есть, что мы едем в центр на трамвае, а оттуда мы идем пешком домой потом. Ну, типа погуляем, а потом возвращаемся домой пешком. Полностью пешком с центра города. Нам идти где-то полтора часа. Ну, вот так мы делаем постоянно. Больше, знаете, какой-то ходьбы, что ли. Полезно, наверное, я не знаю. Я не старый, наверное. Хотя, ладно, я старый. Я не двигаюсь практически, я блогер, блин. Я сижу, работаю постоянно вот за этим чуваками. Я этот канал не вел уже, наверное, несколько лет, может быть, год-полтора. Ничего не помню. Я разучился снимать влоги. Ну, ничего, я научусь, привыкну, и все будет нормально. Для особо преданных подписчиков, кто не знает, мы планируем сейчас уезжать, переезжать из страны. Очень далеко. Но сейчас у нас стоит главная задача. Мы планируем уехать в июне. И нам нужно как-то продать вот это все, что у нас есть. А они уже начинают продавать свое шматье. А мне нужно продать вот свой комп. И мне нужно его продать абсолютно совсем барахлом. Чтобы вы видели, у меня здесь и клавиатура, и... Господи, она светится. И клавиатура, и монитор, и колонки, и все. И кофе не допил, кстати. Прикиньте, ушел. Я знаю, как это можно продать, но я не знаю, как это все можно выслать. И так не хочется с ним расставаться. Но, знаете, когда много путешествуешь, много ездишь по разным странам, нужно быть мобильным. С этим гробом двухмониторным я мобильным быть не могу. Ну вот, первое видео спустя столько лет. С вас лайк.